Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. У нас очередная передача из серии бесед о недалеком или достаточно далеком все-таки будущем с российским политиком, экономистом и практикующим футурологом Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Как будет функционировать система Transnet? Как будут не роботы жить, а как будут жить люди, где, как изменится среда их обитаний, как изменятся деревни, села, города в то время, когда вся земля будет опоясана дорогами SkyWay, то есть будет создан Transnet. То есть речь идет о линейных городах. Какие будут дома? Как они будут связаны? Что будет в них? Вы уже рассказали, что будет в Юнибайке. Это просто фантастика. Я даже боюсь предположить, что будет в стандартном многоэтажном доме, кластере своеобразном линейного города. Ну здесь это такая давняя мечта. И когда мы много обсуждали это с Анатолием Юницким, он всегда говорил, что машины должны уйти на второй уровень, освободив землю именно для пешеходных продуктов, чтобы это был зеленый сад, зеленая трава. По-моему, зеленая сад и трава должны быть на каждом этаже и даже на крыше. Это как раз возвращение земли, именно плодородной земли. Это тоже можно отдельно, наверное. То, что занято, возвращается многократно. Многократно и как раз еще и во много раз улучшенным. То есть это тоже как раз из одно направления SkyTech, то есть группы технологий. То есть мы с вами очень много проговорили про технологии, про терминологии. Еще один новый термин SkyTech. Мы еще не касались этого. Это как раз не новый термин. Это то, что объединяет... Я имею в виду новый, то, что в прошлой передаче мы его не обсуждали. Но мы просто не касались транснета и SkyWay, а SkyTech — это объединяющая группа технологий. То есть это то, что разработала инженерная школа во главе с Юницким. И почему родился именно термин SkyTech? Это тоже абсолютно закономерная вещь. Потому что это группа, которая идет следом за хай-тек. И поэтому возникает логический вопрос. А что идет следом за хай-теком? То есть хай-тек — это высокий... Выше высокого только неба. И поэтому мы начали предположить хай-тек, супер-хай, чуть-чуть выше, чем хай. Ну то есть что следует... Хай будет Sky. Хай будет Sky. И поэтому пришли, что SkyTech — это целая группа направлений. И это то, что разрабатывает инженерная школа. SkyWay — это, конечно, достойное место. Это локомотив. Но есть еще огромное количество технологий, которые также будут с одной стороны сопутствующими, но с другой стороны дополняющими. И вот как раз то, что вы сказали, это гумус, дополнение — это мы ввели такое понятие уже в технологии SkyTech — это SkyLand. То есть это следующая земля, которая обогащенная, сделана. То есть это много нового, что сейчас входит. Это то, что сегодня берется земля, которая в последней цивилизации просто приведена в негодное. Это фактически становится ядом. Так вот, проходя через вот эту технологию очистки, через технологию SkyLand, вот это становится плодородная земля, и она берется отравленной, потом перерабатывается и возвращается уже как плодородная, готовая давать абсолютно новую экологическую. Это тоже целая группа технологий. И как раз с точки зрения городов это обязательно надо понимать, что туда, куда будет приходить SkyWay, то есть как только эта технология запустится и оформится, то есть именно SkyWay и строительство транснета, то пропадет такое понятие, как неосвоенная территория. Туда, куда пришел SkyWay, сразу пришло все, пришла цивилизация. То есть сразу туда пришла энергетика, туда пришла информация, туда пришло комфортное проживание, и туда пришла система, которая связана с любой точкой, где находится уже эта сеть. Поэтому, по сути дела... Своебразное покорение целины. Да, то есть, по сути дела, вся земля будет делиться на только две категории. Та, которая подключена к транснету, и та, которая еще не подключена. И, соответственно, туда, куда приходит... То есть не будет такое понятие, как развивающаяся страна. Потому что если, допустим, через Монголию, где мы сейчас проектируем, и мы пишем целую концепцию развития сейчас страны, именно Монголии, с точки зрения, что ей даст, когда начнет развиваться SkyWay, то, как только пройдет линейный SkyWay через всю страну, эта страна перестанет быть категорией развивающейся. То есть там сразу возникает комфортное жилье. Цены на недвижимость, на землю взмывают до небес. Люди в мгновение становятся миллионерами. Как это ни странно, но я могу сказать, что понятие цены на землю, оно просто вообще уйдет в прошлое. Потому что у земли и таковой цены не будет. То есть будет территория, которая включена в TransNet по технологии SkyWay или не включена. Потому что мы говорили о скайпринтерах, которые будут в автоматическом режиме печатать жилье, печатать эти станции. Ну, печатать — это условный термин. И скайпринтер — это тоже условное. То есть это комплекс, скажем, такой роботизированной техники, которая будет в автоматическом режиме проектировать, строить, а потом эксплуатировать. И человек только будет получать, соответственно, те необходимые качества, которые есть сегодня, должны быть в жилье или в рабочем месте. И дальше, если говорить уже, как объединиться SkyWay с проживанием, то, на наш взгляд, у каждой семьи должно быть 500 квадратных метров жилой площади. Именно почему 500? Каждому. Каждому. Почему 500, так сказать? Ну, я бы говорил, даже мне больше нравится 600, потому что 600 — это 6 соток. Это на крыше этого дома 6 соток. И, по сути дела, вся концепция сегодня Skyland говорит о том, что эти 6 соток должны абсолютно прокормить полностью всю семью всем необходимым, которое ей необходимо. Поэтому, получая такое жилье или покупая такое жилье, соответственно, вы получаете землю, которая вас будет кормить, вы получаете коммуникационную систему, которая будет связана с единой транспортной мировой системой, вы получаете Unibox, который стоит внутри, который может из вашего жилья переместиться в любое место, а потом вернуться. Соответственно, этот же уже не Unibox, а сменный мобильный блок, который является контейнеровозом, он все необходимое вам привезет домой, он все необходимое уже увезет из этого дома. То есть это как раз становится совсем другой логикой проживания. И скорость, с какой это будет строиться, я думаю, сегодня соизмерима с той скоростью, как мы привыкаем к смартфонам и как мы начинаем ими пользоваться. Соответственно, сегодня те сроки, когда жилье строится годами, ну уж если не годами, то месяцами, то в ближайшее время это уйдет просто в небытье. Ну, по срокам понятно, а стоимость жилья какова будет? Я слышал, что намного более экономичным станут дома в линейных городах. Ну, здесь уже как раз никакой футурологии здесь нету. Это уже, ну скажем так, заявление таких известных нам коллег, скажем, или так партнеров, как Илон Маск. Вот, соответственно, он поставил своей целью в течение 10 лет все домохозяйства сделать автономными по энергетике, то есть там устанавливается автономная система PowerRule, а в инженерной школе Юницкого разрабатывается система, которая будет более эффективная, чем ту, которую сегодня применяет Илон Маск. Соответственно... Само собой. Это сам, конечно. Поэтому сегодня говорить о том, что все домохозяйства будут, и все дома, о которых мы говорим, в линейных городах, они будут автономные по энергетике, они будут самостоятельно вырабатывать электроэнергию, и, соответственно, цена будет несоизмерима с сегодняшней. И в этом плане это становится как бы там абсолютно реальностью, исходя из того, что сегодня хочет иметь каждый. То есть вот футурология — это, в принципе, представление о том, как мы хотим себе представлять. И все футурологи, это как небольшое отличание, они делятся на две категории. Первые, которые говорят, что все будет плохо, и начинают пугать, почему это будет плохо. И, соответственно, те, которые говорят, что все будет хорошо. И рассказывать, что и почему будет хорошо. Ну, я так понял, что в линейных городах, построенных по технологии SkyWay, все будет хорошо. Все будет очень хорошо. И когда меня пытаются пугать будущим, что у меня будет чип в голове, что мои дети будут привязаны к чему-то, и есть какую-то химию, то, друзья, просто не верьте этому. Все будет с точностью до наоборот. Все люди будут бегать по лужайкам в своем лесу, все будут есть абсолютно 100% экологическую пищу, пить абсолютно чистую воду, дышать свежим воздухом. При этом перемещаясь в наших юнибоксах, можно заниматься спортом. И энергию, которую мы сегодня тратим непонятно куда, мы будем переводить в энергию движения. И таким образом даже здесь мы будем питаться, и за счет этого двигаться. И то будет уже полезно. Я здесь могу только поаплодировать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv-deficit systems.com. Поддерживайте наш проект, и все будет просто прекрасно. И мы вместе с вами, и с Сергеем Анатольевичем, и со мной будем жить в линейных городах. Будучи вострой Skyway. Спасай планету.